Привет! Как обычно, мы встречаемся на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 000 запчастей, которые продаются с гарантией и быстрой доставкой. Всегда помните, что у нас огромный выбор коробок передач. Вы очень просили Chrysler. Итак, встречаем Chrysler 2.8 CRD. Турбированный двигатель объемом 2.8 литра, который установлен под капотом таких машин, как Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler, Jeep Cherokee, а также Dodge Nitro – это итальянский силовой агрегат, который был сделан компанией «ВМ Мотори». Оригинальное обозначение этого двигателя – R428, позднее RA428 или A428. Он устанавливался под капоты автомобилей с 2001 года и устанавливается до сих пор на Chrysler и Jeep Wrangler. Прямо сейчас мы будем разбирать двигатель 2.8 CRD, снятого с Chrysler Voyager 2006 года. Мнение по поводу этого двигателя противоречивое, но большинство владельцев и сервисменов все-таки склоняются к тому, что этот двигатель хороший и надежный. Но некоторые хлопоты доставляет топливная система. Из-за нее двигатель может не заводиться и теряет в мощности. Но обо всем по порядку. Нераспространенная, но известная проблема, из-за чего двигатель 2.8 CRD может не заводиться – это стартер. Если двигатель совсем не крутит, то всему виной могут быть высокотоковые провода. Они корродируют и просто отваливаются. Сам по себе стартер надежный и живучий, но может подвести втягивающее реле. То есть подгореть пятки, из-за этого не возникает замыкания для вращения ротора стартера. И в этом случае при запуске двигателя слышны только щелчки реле. С годами двигатель 2.8 CRD может огорчить возросшим аппетитом и снизившейся тягой. Эти симптомы могут проходить так медленно, что владелец фактически их просто не замечает. Вылечить эти симптомы можно просто, но надо быть очень аккуратным. Всему виной вот этот датчик. Датчик давления наддува – Boost Pressure Sensor. Он покрывается обильным налетом сажи и паров масла. И тогда перестает давать корректные значения наддува. Его надо чистить. Чистить надо бесконтактно, специальным средством. В противном случае его можно повредить. И обычно после чистки владельцы не узнают свой двигатель, он начинает тянуть как молодой. Виновником загрязнения датчика давления и впускного тракта являются системы вентиляции картерных газов, система EGR, а также повышенный уровень масла в картере. Дело в том, что инженеры, которые создавали двигатель 2.8 CRD, просчитались с уровнем масла. На практике он должен быть на минимальной отметке щупа. Это 6,1 литра. В противном случае система вентиляции будет интенсивно засасывать масло в впускной коллектор. Оно соберется в интеркулере и тогда придется его вылить. Также мягкие патрубки впускного коллектора со временем из-за налета масла могут стать еще мягче. И тогда могут просто лопнуть. Ну а мы продолжаем нашу отличную рубрику знакомства с командой «АвтоСтронг-М». Итак, встречаем Анатолий. 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 Система вентиляции картерных газов на двигателе 2.8 CRD считается неудачной. Она якобы плохо отфильтровывает пары масла от газов. И тогда выхлопные газы окрашиваются в сизый цвет. Некоторые владельцы размыкают систему, достают патрубок. И тогда пары масла и газы уходят наружу, а не во впускной коллектор. Патрубок ВКГ оснащен электрическим подогревом, который предотвращает его перемерзание. И, соответственно, защищает его от проблем с выдавливанием сальников. Обычно первым сдается задний сальник коленвала. Лет 8 назад стоимость термостата на двигатель 2.8 CRD шокировала и была примерно в 200 долларов. Сейчас есть аналоги в 4-5 раз ниже. Но мы знаем, что лучший аналог это бэушный термостат от «АвтоСтронг-М». Итак, встречаем турбину IHI RF H4H. Она считается на этом двигателе слабым местом. Ходит порядка 100-150 тысяч километров. Эта турбина с перепускным клапаном, и она очень похожа на турбину с Nissan X-Trail 2.2 DI двигатель, который мы недавно разбирали. При механическом износе валов в первую очередь турбина начинает гнать масло во впуск и выпуск. Вместе с этим появляется люфт ротора. Обычно на присутствие масла во впуске указывает сизый дым при утреннем запуске двигателя. Однако масло еще может подкидывать и система ВКГ, как мы сказали немного ранее. При сильном снижении производительности турбины появляются ошибки, которые указывают на недодув. Для того чтобы продлить жизнь турбине, рекомендуется не глушить машину сразу после остановки, а дать мотору поработать еще 2-3 минуты на холостых. Стоит отметить, что на Jeep Cherokee стоит турбина Garrett с изменяемой геометрией на таком же двигателе. Корпус топливного фильтра снабжен отстойником и электрическим подогревом. Дело в том, что разъем подогрева дефектный. Об этом знают в СНГ и там, где продавались Chrysler и Jeep с этим мотором. Суть в том, что разъем теряет герметичность, слегка трескается либо же оплавляется возле контакта. Когда двигатель не работает, он создает небольшую течь. Когда двигатель работает, то ТНВД создает подсос воздуха. Чем интенсивнее работает двигатель, тем больше подсос. В результате двигатель хуже запускается, хуже тянет и троит. В идеале можно поменять корпус фильтра на новый, но и он со временем даст течь. Лучше закерметизировать это отверстие составом типа эпоксидной смолы. А более радикальный метод это поставить подкачивающий насос до топливного фильтра, который прокачает фильтр и вытеснит весь воздух. Клапан EGR на этом моторе простой, с вакуумным приводом, управляется электровакуумным клапаном. Владельцы данных моторов с большим удовольствием его глушат и отшивают. А второй электровакуумный клапан управляет дозирующей заслонкой, которая в народе еще называется дроссельной. Теплообменник системы EGR при больших пробегах и некачественном антифризе может дать течь как внутрь, так и наружу. Внутрь это по патрубку, по которому отработавшие газы идут во впуск. И в этом случае можно доездиться до гидроудара. Причина – большое количество антифриза во впуске. Форсунки на двигателе 2.8 CRD известны тем, что извлекаются с огромным трудом. Дело в том, что стальные корпуса форсунок буквально прикипают к алюминиевой ГБЦ. И чтобы их достать, приходится использовать гидравлику. Но у нас в данном случае все досталось очень даже легко. Кроме того, форсунки недолговечные, ходят порядка 200 тысяч километров. И новые либо восстановленные форсунки можно прикончить с плохой заправкой, либо же грязной соляркой из канистры. Обычно форсунки теряют гидроплотность из-за износа спускного клапана. Любопытно, что проблемы с запуском двигателя начинаются уже тогда, когда хотя бы одна форсунка начинает сливать топливо в обратку даже минимальные порции. Проверить состояние форсунок достаточно просто. Нужно снять трубку с обратки и прокручивать стартером. Та форсунка, которая будет лить топливо в обратку, неисправна. Ее надо чинить либо менять на новую, либо, конечно, на бэушную из автостронга. На неисправность форсунок и потерю гидроплотности также может указывать самопроизвольная остановка двигателя на ходу. Интересно, что двигатель с сольющими форсунками не заводится от стартера, но отлично заводится с буксира, если машина с механической коробкой передач. Также форсунка, как правило, одна может стать причиной перегрева ГБЦ. Если пьезоэлемент неисправен, то форсунка начинает непрерывно лить топливо в цилиндр. Это приводит, когда езда под нагрузкой к локальному перегреву и в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Она расслаивается, разрушается и начинает пропускать антифриз. Ну а дальше все стандартно. Уровень антифриза в бачке падает и из выхлопной трубы валит пар. Ремень ГРМ на двигателе 2.8 CRD меняется каждые 150 тысяч километров. Для его замены надо снимать правую опору двигателя и фиксировать распредвалы специальным инструментом. Ремень натягивается механическим натяжителем. Стоит отметить, что ремень ГРМ здесь очень длинный, проложен вот таким витиватым путем. Хотя ничего сверхъестественного он не приводит, кроме помпы и ТНВД. Интересно, что на данном моторе развалилась помпа. Мы знали, что помпа может течь, но чтобы она разваливалась, такого не случалось. Поэтому у кого случалась такая проблема, обязательно напишите в комментариях. Когда помпа развалилась, она перекосилась и ее шкив начал тереться о переднюю крышку. И от него начали откалываться куски. Только что мы сняли тот самый датчик давления наддува. Его надо почистить, он загажен. И вот именно до такого состояния он может довестись за 10 тысяч километров. Если с форсунками все в порядке и нет проблем со свечами накала, а двигатель все еще плохо заводится на холодную и на горячую и глохнет на ходу, а ошибки указывают на проблемы с давлением в топливной рампе, то причиной всему является клапан-регулятор, установленный на ТНВД. Его можно снять, почистить и если симптомы повторятся, то, естественно, заменить на новый. Схожие симптомы вызывает аварийный клапан, установленный на топливной рампе. Визуально и конструктивно этот насос очень похож на насос с мотора M9R, который мы, кстати, тоже недавно разбирали. Анатолий только что успешно снял клапанную крышку, но сейчас пару слов о свечах накаливания. Двигатель 2.8 CRD может плохо заводиться либо не заводится вообще из-за свечей накаливания. Их реле. Но проблему в свечах накаливания либо реле замечают обычно в последнюю очередь. В реле может окислиться просто один контакт и тогда двигатель будет не заводиться вовсе. При больших пробегах изнашиваются игольчатые подшипники роликов рокеров. Ролик проседает, его может даже заклинить. Распредвал начинает барабанить по рокеру и из-за этого могут выйти из строя гидрокомпенсаторы. Не все, но несколько выйдут точно. И из-за этого перестают открываться соответствующие клапаны. Для ремонта придется снимать клапанную крышку, она же у нас и постель распредвалов, и менять все рокеры и гидрокомпенсаторы. Мы проверили, у нас все ролики живые. Клапанная крышка здесь является и впускным коллектором и постелью распредвалов. Причем здесь нет бугелей и распредвалы вставляются сбоку и попадают в свои опоры. Хотели бы обратить ваше внимание, что половина впускных каналов здесь длинные и витые, а половина короткие и прямые. И все это надо для завихрения воздуха. Отдельное спасибо итальянским инженерам, что рокеры на гидрокомпенсаторах зафиксированы. То есть они просто так не отвалятся. Все, что может случиться из-за форсунки с прокладкой ГБЦ, мы уже рассказали. А вообще на двигателе 2.8 CRD ничего с ГБЦ плохого обычно не случается. Блок чугунный, гильзованный и по состоянию можно сказать, что даже муха не садилась. То есть он присутствует, задиров нет. Данный двигатель оснащен балансирными валами, но в общедоступных справочниках о них никто ничего не вспоминает. Это значит, что они достаточно надежны. Коленвал фиксируется вот такой пластиной, поэтому вот этот продольный люфт это не поломка. Мы просто сняли очень важную деталь. На заметку, если будете снимать шкив ГРМ, то резьба здесь левая. Объемному двигателю объемные поршни. Вы сами видите, в каком они состоянии. Графитовое напыление в первозданном виде, маслосъемное кольцо чистенькое и все кольца подвижны. Единственное, что у нас есть вопрос по верхним шатунным вкладышам. Там у нас износ. Блок в итальянском дизеле особой конструкции, то есть коленвал здесь вставляется сзади и фиксируется в алюминиевых опорах. Здесь нет места полукольцам, поэтому, чтобы коленвал не люфтил, крепится вот эта крышка. По-любому будут вопросы в комментариях, поэтому сразу отвечаем. Коленвал с этого двигателя не подходит на двигатель 2.5 CRD и наоборот. Бывало, что в этом двигателе ломало коленвал. Это происходило по наблюдениям у водителей тех, которые обычно ездят тапка в пол. Но еще раз повторюсь, это очень редкие случаи. По состоянию все шейки коленвала равномерно потертые. То есть коленвал у нас, к сожалению, больше не жилец. Разборка закончена и сегодня мы разобрали очень интересный дизель. В нем есть несколько особенностей, но нет глобальных недостатков. Если вы хотите знать о моторах, то обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».